Добрый вечер, друзья мои телезрители! С вами снова Бородача, а значит вы смотрите телеканал Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня я готовлю простецкий паштет из селедки. Для этого мне понадобится одна вкусная, жирненькая, соленая селедочка, не свежая, она соленая. Дальше мне понадобится три вот таких вот плавленых сырка. Можно брать не обязательно плавленые сырки, можно и обычный сыр, где-то, наверное, 200-250 грамм. Дальше один лук, одна морковь, подсолнечные масла и какой-нибудь агрегат, где мы это все будем готовить, типа мясорубки или блендера. Как вы знаете, для паштетов я обычно использую блендер, потому что мне его легче мыть. Но в принципе в нем получается нормально, поэтому будем пользоваться блендером. Итак, поехали. Вот так, значит, все компоненты на ваших экранах. Селедка соленая, лук, морковь, три сырка и подсолнечное масло. Селедку я буду очищать от кожи и костей, получать филе. Как это делать я уже показывал много раз. Ссылку на видео по этому поводу я оставлю в описании. Лук и морковь я буду пережаривать на сковородке, получать поджарку. Я тоже много раз это показывал, но в этом видео тоже вскользь упомяну, как это делается. Итого у меня получилось две филешечки-селеночки. С ними была икра. Икра прекрасно дополняет наш паштет. Ее не выкидываем, не съедаем, а тоже добавляем в блендер. Ну и почистил я и порезал лук-морковь. Сейчас мы их будем обжаривать. С сыром мы делать ничего не будем, просто будем им наслаждаться. Миллион раз я уже показывал, как делать поджарку луково-морковную. Но покажу еще разок, потому что не все же смотрели мои старые видео. Наливаем подсолнечное масло на сковородку. Включаем огонь, такой средненький. И вываливаем лук. Лук обжариваем без моркови, где-то минут 7. Потом вместе с морковью еще минут 7. И поджарочка готова. Нужно, естественно, постоянно перемешивать, чтобы ничего не подгорело. Я думаю, вы это понимаете. Так, лучок обжарили. Он стал таким прозрачным, немного золотистым. Как раз то, что нужно. Добавляем к нему морковь. И вместе их будем обжаривать еще где-то минут 7-8. Пусть жарится, пусть парится. Ну вот, все пожарилось. И начинаем готовить, собственно, паштет. Загружаем сыр. У меня, как я говорил, плавленые сырки. Можно использовать любой сыр. Я купил такие, потому что самый дешевый вариант. Загружаем селедку. И загружаем морковно-луковую смесь. Больше ничего не нужно. Простые компоненты. Получается очень вкусно. Не у всех, конечно, есть блендер. Но это не беда, потому что здесь простая мясорубка справляется абсолютно так же. Получается абсолютно такое же блюдо. Такое же вкусное. Мясорубка-то, я надеюсь, у всех есть. Ну, поехали крутить-вертить. Что у нас получилось? А получился у нас вот такой отличный паштетик. Ой, сейчас мне будет вкусно. Итак, сегодня у меня на ужин. Рыбный паштет с сыром. Естественно, мазать я его буду на бутерброды. Ну и с чаем. Ну что же, попробуем, что я сегодня такого наготовил. На вид вкусно. Но главное, это вкус, а не вид. Как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз понюхать. Так. Посмотрю. Ау. Вкус сыра. Солененький вкус селедки. Обожаю. Очень нежная вещь. Вкуснятие. Просто, товарищи, вкуснятие. Отличный бутербродик. Пойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин, и на полник. И взрослым, и детям. Вай-вай-вай. Классные бутербродики. Очень простые, очень быстрые и очень вкусные. И очень экономные. Как вы видели, все продукты здесь абсолютно дешевые. Есть в каждом доме. Ну ладно, друзья. Я буду доедать, но не буду вам надоедать. А вы, если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. И пишите в ваших комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Ау.